обалдеть стол ант пошатаем петруха залазь петруха да стол ант знаешь как ант берет все эти говорю влагостойкая фанера какой четкий вариант просто обалденный он компактный ты видишь как вот бам-бам две столешки взял ту на плечо закину все можно да тут вообще много чего бы придумать пишет же один я лежа коробки пилю это что такое петя как-то распаковал новый петуха пока не догадывает а по майке цылька майк чуть так еще все понял так ну что это у нас верстачок сборный муравьи по-другому называется вот состоящий из отдельных секций которые можно ну можно вообще одну секцию приобретать из отдельно потом составляет в путь до бесконечности эти секции вот нам он приобретался для производства небольшого чтобы можно было пока расположить на этом а потом если вдруг понадобится если что еще докупить пачки 1 собрать а потом отдельно оживился ты можешь это эмоции его заснимешь какие эмоции никакие выдавлены из последних сил вот смотри какая крутая вот это это мне кто сумочка под сигареты да прикольненько 40 хорошенько это из инструкции это все это под инструкцию такая сумка такая четенькая сумка под инструкцию и ключики обалдеть стол ант инструкция слушай ну довольно таки неплохо туда туда саморезики наверно сказки всякие разные разницы слушай да я так понимаю тут без разницы еще в отдельную сумочку в такую да прекрасную так подстолье модульные складно максимально допустимая нагрузка на одну секцию 300 килограмм сейчас втроем залезем поместимся вверх стола определяем вверх чтобы определить где устало вверх достаточно посмотреть если гайки пластмассовых уголок опорах гайки есть вот значит это вверх собственно и требовалось так допорный элемент вот допорные элементы здесь как раз у нас которые приобретены приобретены так получается это подстолье это вот основная часть и доборные элементы уже к нему цепляются отдельно чик 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 вот столешницы так ну ладно сейчас распакуем дальше соберем саморезов крепление какие-то сумочки все вроде пакетики ключ и шестигранник до коробки так вот хоп стал всю на природу хотел вот так и раздвигается ну тут можно дает максимумом сделан да чтобы отдельные эти подцеплялись ну ты наверно если хочешь можешь повыше и один да нет все все тут все понятно вот если это так делаешь что значит и будет дополнительный если ты хочешь например один ты его купил то не знаю на природу выезжать там шашлычки нарезать вот так и поднял и в эти попало отверстия похода так же это равно ну ладно ставить да вот они смотри два даже да 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 это все понятно не нормально вот так а сейчас шуик далеко под шестигранник скорее всего тогда когда проще идти на слушал этот ключик А что им подтягивать? Ну, есть наверно тут? Хотя нет. Нет, гайки там. Сейчас дальше наверно посмотрим. Дальше там. А, я крутил ты тут отвертка. Думаю, как же так красиво все. Пишет? Да, точно. А тот записался когда? А то сейчас опять впустую все. Будем тут. Ну, пошатаем. Да ёбки, вообще. Петруха, айда залазь, Петруха. Лампочку поменять можно. Ну, 75. Ну, не 75, конечно, а 70. Стас, айда, центнера сюда. Еще рядом будет 170. Вот я вот так вот накрашу. Тут вот Петю сейчас. Сколько ты? 80 есть? Не полезешь? Не сиди там. Тьфу. Вообще четко. Так, ну что, дальше. Саморезики сразу. Это, может, это ножки все? Да, это все все. Может, может, мы это? Сначала все ноги раздынем. Или что, или если? Да, давай. Все ноги. Давайте без меня я засниму. Так, ну-ка ты не базарь там сидишь. Своё предложение. Не, базарь побольше, только не так тухло. Не, слушаю. Вообще. Да, у меня... Я понял, что это ключик. Ключик, это вот, короче, отвертчик. И ты затягиваешь вот это уже после того, как... Да, 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 да. Максимальный размер, чтобы совсем монолично было. Да, не надо. А, ты сидел, вникал сейчас, да, это все время? Ну, тут его... Распаковать ты вот так... Ну, тут его больше, по сути, некуда использовать. Ну, да. Ну, и отвертчик. Ну, и вот, отвертк со стороны, ключ, да, с той стороны. Ну, вот, отвертчик получается. А здесь уже держишь. Ну, все. Все продумано, все есть. Да? Кстати, все максимально просто. Поднимите ленточку, не пачкайте ее. А, да, да. Так, ну, вот она, смотри. Вот сумка. Она тут, наверное, все, навсегда. Скорее всего. Да. Не, ну, здесь эти можно же снять, скорее всего, ножки-то. Вот. Ну, она... Не, вот подожди. Вот, ну, просто, как вот, она предусмотрена. Она шкаферну должна эту. И это просто, чтобы... Да, это просто, чтобы не... Вкручивать ее потом. Да, и не потерять, чтобы... Ладно, вот так вот. Можешь ее просто накрутить, и все, и за... Снимай, короче. Да, да. Так. Ага, вот он соединит. Опа. Заборный элемент. Так. Вот он верхушка. Так, да, покажем, чтобы, ну, понимали люди, как различать верх с низом, а то будут как на инструкции читать. Вот здесь, получается, гайка, а здесь нету. Вот. Получается, это низ. Все. Вот и все. Вот и все. Это берется, делается вот так вот. О! Да, да, да. Да. Стол Ант. Знаешь, как ант переводится, я тебе говорю? Вроде английский учил петь. Не помню, что не догадываюсь. Ты же в самом начале уже ответил на этот вопрос. Петь слышал, думаешь? Угу. А вот, у нас есть одерточка и пригодится. Здесь вот уже, получается, идут такие болтики с гаечками. павлица менделеева машина полно полно инструмента надо если у тебя нет инструмент под рукой а снова есть мы показываем как это тут же все для этого предназначено потому что обычно столы покупают первыми а потом уже есть инструменты правда не обманываешь покупай стол давай убирай продукт и мы будем за твоим столом резать плитку так хочу мы есть сейчас я думаю вы полностью нет смысла разбирать мы вот две секции болты повтыкаю и еще один где-то упал вот здесь да я уже придумал тоже что если там мешаемся мешаемся можем отъехать ты массаж хочешь девочкам за столом но тут выреза для головы нет легко решить в этих лобзиков хорошо пожалуйста вот девочка такая пришла такая дядя стал сделал не массажик туда же выросли на год слушай а тут уже нету на этих секциях ремешочек сумочка это может что-то фиксировать его девочку а это для массу для массажа вокруг одного стола одной сердце можно поставить до 1000 до бесконечности доборный элемент получается основной по столе нужно сколько одно все все остальное все доборный да можно добрая на один в один же получается и во второй уже которому допустим в той стороны будет там уже тоже только доборный ну да 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 вот здесь видишь вот сюда можно можно собрать крест где-то же гениально вообще просто классно и дать ему вот у нас пока вот такой небольшой будет цешочек цешочек туда я думаю даже 3 3 секции там самый самый ништяк в чем кайф в том что можно поставить их допустим двух сторон ну к одной стене другой стене все да ты можешь просто взять вот один например кому это ну вообще не интересно вот это все наши как у нас производство все вот это тем тем тема дверная можно взять просто одну из него гонять куда-то там не знаю на рыбалке там что кино всякие чур она вот взял в одну руку это на плечо накинул и погнал и все вместо не занимает практически сейчас мы покажем потом почему тут не залазить какая-то не отфрезерованные поверхность поверхность а ты кстати не видел не нормально ну так здесь вот видишь уже утоплено почему-то почему-то здесь такие слушай здесь вот они вот утоплены здесь чем-то это связано не хочет подникать почему-то наш технический специалист где утоплено ну вот здесь зенковка вот так вот а здесь вот так то есть здесь у нас шляпка чуть-чуть торчит а здесь она проваливается подожди ты болт не тот использовал как не тот точно такой же точно такой же вот видишь точно такой же здесь он проваливается а здесь точно такой же вот он пожалуйста видимо с чем-то тут связано зачем так сделать сейчас у нас с недопрезеровкой значит нет я не видишь они все здесь такие а там все утоплены я думаю что это под другие болты ну они же в комплекте эти ага подожди а ты туда вот что вставлю а я не той стороной случайно ё-моё я эту кверх ногами поставил к там она ааа все разобрались а и получается все можешь технический специалист отдыхать дальше подожди подожди ты вот эту зачем выкручиваешь ты вот эту поставил не той стороной наоборот вообще-то хочешь чтобы они пылька сюда падала а ты хочешь чтобы они торчали не они торчат ты что угораешь надо переворачивать переворачивать так они же понимаешь вот они сделаны красивенько а здесь они просто отфрезерованы как вот эта черновая поверхность ну вот это вообще мешается оно на столе не должно быть ничего торчать торчать не должно то есть ты когда режешь курицу пылька изобьется курица изобьется и пропылесосил и все будет гладенько просто ровнее а здесь ты торчок уже все короче я понял мы просто на будущее это да это все понятно просто она в принципе здесь что здесь влагостойкая фанера а что ж ты сидел то молчал а да а то надо на большую это же надо было идти о стой вот она подутопилась вот так говорю так должно быть просто ее надо затянуть да вот она прям ровненько не портишь не она не ровненько можно чуть-чуть дотянуть не стены мотает отверточка что выпадает наборный элемент под спуском 4 1 на 2 у нас получается 3 на 4 потому что вверх ногами она и не достает из-за фрезеровки нормально вот и все потому что фрезеровка глубже и доставал бы лучше мне кажется что это именно так ну самое логичное ты уже догадался или тебе объяснить молодой человек потому что много тут вот этих ног и он похож на муравьев нет потому что он может красивый был мне кажется я знаю почему там такие отверстия нужно заказать специальные короче по тайчики да и как будет крутого снимет надо заказать фрезеровку нет маленькие по тайчики у тебя побольше получает падает падает сыны такие вот мы решили загадку до я просто сюда просто фиксировать не зафиксируем фиксирует потом будешь девушку на столе думаю ну пить к пить удар прочно оказывается фанера и благостойкой к тому же может быть я криво засовывал и надавил на гайку вместо того чтобы закручивать он довел на больно ну и в любом случае можно же это красивый болт нету нормальный биты там что-то болт болт любит и прекрасно просто болт мягкий болт мягкий заячки не падают у него здравствуй мы точно там у технического специалиста не вот другого нет блин слушай вот вы серёжа когда производство здесь затеяли вы из брусочков зачем верстак собирали когда можно было купить вот этот вот и вообще не париться кстати и санечке тоже как вариант у нас дружочек есть все нужна какая же день к одежде к и�두енко к жиме вот и в общем друг есть кожемяка самечка и мы ему тоже колхозили всяких обрезков там мы пытались собрать вот такой вот и шатающийся верстак когда блин вот такую решение вот и в общем друг есть кожемяка санечка и мы ему тоже колхозили из всяких обрезков там мы пытались собрать вот такой вот и шатающийся верстак это блин вот такое решение можно было просто и он бы кстати разбирал бы его просто две минуты и все они так вот когда съезжал на колхозе ли моего полтора часа полтора и он кривой один какой щетки вариант просто обалдел а ты сколько взял 12 секций до получается нет 66 по 6 12 нет 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 размера ну как тут три метра получится если он будет и вот такой же еще один получается сколько тут но тут полметра и полметра метр на сколько 3 на 4 никак он не может получиться ну и не понял да вот ну что это за надпись лосев куда ты знаешь что лампа так смотрим рабочих положение изменения есть положение вот видишь вот как мы с тобой обсудим вот можно его даже еще выше сделать ты подстолье чуть-чуть смещая вот под него вот вот эти отверстия чтобы сделать подстолье компактнее и выше то есть вот он становится понял да вот смотри нет вот наше положение он сейчас вместе с она от низа до верха 918 миллиметров а если мы в максимально сделаем тонн метр 15 получается а есть у него это какая-то планка короче чтобы вот закрыть не нужна планка мы просто сюда прикручиваем но мы тогда соединить их между собой не сможем почему-то не смещается просто и все вот это вот сюда вовнутрь да ты уже обоих секций ну по на зачем она нужна если ты хочешь эту закрыть ничего тут ну все логично же мне подожди одного вот смотри хочу сделать вот с этого бога но если ты так с той стороны хочу закрыть присоединяем доборный элемент вот смотри давай вот мне как здесь мы сейчас разберемся вот они даже цепля вот видишь по максимальной высоте когда ты складываешь ты его просто смещаешь столешницу относительно поцелу и тогда не сделаешь ну ты как буквы г хочешь не пойму как сбоку да он имеет виду смотри чтобы вот он допустим хочет здесь секцию нарастить вот здесь он ее наращивает но из-за этого вот тут не закрыто будет вот из-за того что тут хочет он нарастить он про и вот эти торчащие имеется то что вот она она вот и все ну ты не хоти и все просто скажи своим чтобы меня несколько там нет гайки ты гайка и как нету никак нету ты не в отверстие слушая знаешь какой еще вариант тени упадались картинки с интернет то что установщики подобие столами пользуются устанавливала еще вот это реально удобно я считаю что если у тебя регулярно большие объекты вообще в принципе иметь дополнительный стол именно верстак который 50 сантиметров а именно стоимость от рамка я вчера просто поработала там получается на плиточник работа и у него просто стол стоял рабочего у них неподобие вот такие у него есть и такой стол причем он был как раз высоко собран а именно такой же грамм есть вот у него было две секции получается именно такого же стола только столешниц брал но я у этого видела антохи тоже хочу ремонт друзья друзья поэтому ничего удобно хочешь сказать вот именно за таким столом что-то брать расклад тут суть того что стол не надо нагибаться инструменты ты просто положил это все и слушая если мы его попробуем например две секции если мы попробуем его приспособить под нашу вообще ну как вот и будет в зверном деле понял нет то есть но ребята же пользуются значит ну какие то есть в этом плюшки свои просто не могу понять вот пример возьмем верстак и сайва его сложил разобрал и все вот он пожалуйста почему некоторые вот такими потому что некоторые заезжают на объект на 5-7 дней и все и буду там 5-7 дней и 1 5-7 дней они оттуда съезжают у них раз в неделю один объект он заехал с кайфом разложился ну ты сравни просто вот ширину здесь и сравни и ширину на нашем верстаке устойчивость сравни при том что здесь вообще полы кривые здесь полы и вообще кривые все обычный листак ставишь еще можно подушку с собой брать спать подушку брать с собой спать на него тогда спальник а то жестко зачем пенку купил такую туристическую они еще видишь они разных есть еще мастей то есть есть под струбцины то есть где надо вот как мы говорим про ребят плиточников им же надо фиксировать это называется мфт у фистула есть да я видела есть древые но они стоят вот кстати фистуловский но у них в принципе такие у них просто вот такой же стол с дырками код как у них тоже так первых начнем с того что не такой же у них там подстолье там и специального профиля алюминиевого это тоже анодированный алюминиевый устойчивый получается у тебя тоненькие ножки он легкий а там у них получается профиля такие мощные которые у них идет как больше для цеха ты раз собрал поставил или тоже как вижу зимы в каркасные дома строить то есть тоже надолго заходить и в них получается в этих профилях тетра эти под струбцины функционально получается да 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 там не естественно то сколько он стоит наверно он себя не оправдывает существует миллиард аналог купил бы если бы жил в германии даже если там не было дверщик просто для себя ну так чисто есть над ряном столе да это я думаю нет смысла распаковывать зачем она тоже смысл она все будет 1 распаковывать компактный сюда показать тоже ребятам я такой вот этот длинный сейчас вот до меня дошло длинный шнурок чтобы их может все смеж собой вязать ну когда учит 300 300 300 900 и еще 900 1800 такой выдержит все-таки вот эта идея сколько и метр восемь ну вот я вооружу нет имеешь ввиду дверщику да такие вещи он же имеет место быть как бы в дверном деле такой стол может я и говорю вот эти две секции взять и попробуй затестировать вот вот так вот собрать смотри ну собирать вообще на объект на его побольше просто объект планируется помнишь мы ставили в цеху в цеху в офисе на черепановых 30 дверей вот еще им надо второй этаж теперь 30 дверей а он компактный ты видишь как вот и бам-бам две столешки взял ту на плечо закинул все вот это вот под столе их между собой связал и закинул просто вот смотри вот в таком если их собрать в такое положение например вот видишь сколько она 970 получается вот этот мне даже низковато получается нет надо выше его поднимать на штат низ вот да я и говорю вот это мне низковато а вот 970 мне кажется будет а почему скажи пожалуйста мне низковато для каких целей ну без одним работать а ну хотя тоже для каких целей не я думал ты хочешь прям именно как его с торцовкой пробовать или ты хочешь просто попробуй если с торцовкой то торцовка она тоже же выше не ну ну давай торцовку сейчас затащим просто это ну нет 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 вообще его попробуйте вот как основной верстак строить погружку по нас тут ну по сути ничего не стоит да все то же самое как вам бы как в наших самодельных также пропилил погружку да и все единственное только то что вот треков нету здесь не ну блин тут же вопрос в удобстве да вот именно по сути функционал таких столов он ограничить не ограничен точнее расширяется за счет столешницы допустим в одной ты нахерачил дырок да и можешь фиксировать все через трубцины другой ты война 2 т-трека и поставил сюда это например мошу из-за тела ноги вот так у него нормально ну вот такой все-таки если мы для установщиков берем вот такой с перфорацией он не нужен просто он бы просто дать саморезики которые от фарнитуры там либо чё-то распаковываешь они просто будут проваливаться ну это вот аля как раз облегченный верстак с перфорацией ну вот тут показано сборная сборочная карта под столе так 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 а чё-то непонятно вот главное идет и к нему нет понятно я просто думал что-то интересное здесь и покажу то что да не тут все как бы максимально максимально просто и хода до обычный стол как ничего сложного вообще нету так ну чё дальше распакован надо все распаковать показать вообще что у нас тут получается соберем еще вот так три туда хочешь или одну туда и две сюда посмотрите короче тут отверстие что коробку берешь так кладешь и здесь все фрезеруешь ну это понятно по форме коридора построил короче ну заказчица там места на кухню ты ее поднимаешь вот так вот за ручку проводишь бабульку она тоже с такой идет на кухне там бабульку выдержать любую да вот так вот фестулку даже если она будет танцевать давай цементируем вот такая бабка вот я я прям на вот эти вот стою на подстолье интересно выдержит нет так гнется да нет ничего да не помогай я бабку вот так вот фестулку обхожу ну на инструкции блять не наступаю да мы их все изучили нет так вообще тема интересная вопрос где то ну просто где это рациональный вопрос это где рациональный вставляешь там так решили мы попробовать буквы Г собрать так ну ставлю сейчас еще тебе подкину в принципе не ну слушай вот если опять же вернемся к теме если его брать с собой на установке дверей иногда попадаются такие большие столешницы нет помещения да это вот как если вот эти 30 дверей будут это как минимум фурнитуру на нем разложить удобнее будет распаковывать все это чтобы на полу валялось ну и инструмент чтобы не это на него складывать да наличники ты принес так пачки положил напилил а вон ты почему вот так вот их берешь да да а их сначала принес положил распаковал да это без разницы мне кажется надо пробовать просто как удобнее будет просто тут можно же тестировать так сказать можно да тут вообще много чего попридумать такой прям функциональный получается я прям все таки хочу это на природу взять попробовать вот с размахом на несколько дней если на свадьбу я вот хотел сказать я хотел тогда он это сгниет где-нибудь скорее всего да я думаю не хватит а что самое интересное вот реально на свадьбу прям вот прям пахну какие-нибудь закуски на него ставят же вот так в длину вот получается в длину и там вот два таких этих две столешки как раз там вас вот посадить или диджеем каким-нибудь ну потому что как минимум он аппаратуру будет выдерживать и не грохнется никуда мы ему классная тема я не ожидал что это будет так здорово здорово так у меня на эти и по частеграни которые я пока поприкручиваю там наверное в коробках и в пластах да 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 нормально не переживай и и ну больше всего конечно тем кто надолго заезжает ну как плиточники и отделочники плиточники и отделочники блин а вот отделочник вообще кайф ты что не стремянка тебе не нужна ты его прям на него же и залез и все это одну секцию можно отдельно просто а под этот вместо стремянки да ну типа того ну а что нет то какая разница как лиса блин использовать ну им всякое нужно короче всякие столы и мы нашли столы тоже прекрасно подходим потому что допустим там пришел в комнату чисто 4 багетика запилить разложил запилил поехал дальше не а вот кстати вот на мелкие работы он конечно удобнее будет потому что он легче как ну вот этот стол ну и удобнее чем стремянку тащить и удобнее чем на стремянке стоять да подсела подсела больше подсела 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 о о о о так а что ты куда вот этот тут тулишь его надо вообще-то между этими элементами доборными подсела везде есть а вот здесь нет как мазу собрался загонять падет тогда ты знаешь что такое анодированный алюминий давай расскажи в чем смысл анодирование в смысле слова анодированный ну ты технический специалист не я кто на заводе гири по карманам тулит я что ли это покрытие сверху то есть это не алюминий цвет это что такое петя как ты распаковал новый стул я не мог это это мы не покажем про дверь так же клинку а? про дверь? да да нет еще пакетик должен быть ну под толстую орешку стас давай с размахом сто пять килограммчиков уже сто пять? вроде худеет да? да я уже затянул все да вот и нет блин 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 ну вот прям реально знаешь какая-то какая-то столовая короче вот тут вот выдача ага так вот я найду набираю так как в Соньку мы играли вот такая же в Соньке как? да да кстати хав переготовить да 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 еще отдай пакетик ты пакетик прошли тут братан там пакет где-то есть значит какой пакетик? маленький под шестигранненький вот под эти волчки что? где-то позабыли коробки со столенчат включи он вот так а зато смотри как и кушать на нем удобно будет кушать да блин на нем все удобно потому что это стол ну как стол смотри какая это лежатка вообще а есть и лежишь лежишь такой короче танцуешь пишет же один я лежа коробки пилю я вот тоже лежа коробки пилю не так лежа он лежа в смысле заваливает полушку ну что ты пил ты думаешь? ну не знаю а может быть у него тоже такой стол он просто кладится просто вот ребят ну ты же фрезеровал двери лежа ну и что понравилось тебе? да классная тема блин вот что самое интересное это вот как я уже сказал микропроизводка у тебя ты взял сначала одну столешечку потому что там снимаешь подсобку какую-нибудь потом в две а потом уже у тебя гигантский цех ты просто вот так вот одну большую поставил конвейк прям расположил короче конвейк прям что он держит считай блин зачем ему такой еще по сути вес правильно? чтобы станки на него стоять такие прям непроизводственные вот считай что ну вот так вот его если поставить вот так вот 6 штучек считай 1800 ну и держит какой-нибудь там кромочный станок подожди одна держит 300 300 6x3 1800 пойдем прыгать Стасик прикольная тема ну ты как твои эмоции ощущения что ты испытываешь? довольно таки неплохо просто замечательно я бы сказал настроена на лучшее дай бог это Петя говорит дай бог так ну что или соберем все таки вот так вот 3 ну 3 на 2 ну показать если вот ставить его например как на Санечке когда собирали если это такое вот ну как у друга у нашего есть как ежедельное производство так скажем вокруг этого верстака ходит подрезаем что-то подделывает любой человек который чем бы то ни было занимался он делает получается стол исходя из размеров листа USB как правило ДСП то есть берется целый лист если ну и он кладется и она уже собирается под столе соответственно здесь можно сделать и как USB и как вдоль стены пустить получается и вдоль всех стен пустить так что у тебя везде получается версталь вдоль всего помещения ну буквы П собрать вот если это гараж Операция это тема интересная ну в частном доме даже можно вот как только что и сказал тут я просто гараж оборудовал и пожалуйста инструменты не инструменты там подошел генератор поделал там стартер там двигатель положил перебрал но даже одну сек давайте попробуем девушку Даже в одной секции достаточно будет, чтобы двигатель перебрать. Что, он сколько килограмм, 120 весит? Да под 200 весит. Ну, давай затестим. Поднимем его, да? Нет, не поднимем. А если мы его снимем в столешницу? Его на столешницу, потом в столешницу вот так. Да и грязный двигатель. Не хочешь пачкать, да, стол? Да, и себя. И себя тоже. Ну, прикольненький. Класс. Капикс, он всегда должен быть в кадре просто. Да, как Сережа писал в комментариях, а где Капикс, когда мы разыгрывали шаблоны? Надо же на фоне Капикса разыгрывать. Да, я тогда второй принесу, все готово. Все готово. Капу. Один же для Креми пойдет? А, ну да. Ну, ладно. Как-то ты углом другим поворачиваешь. Ну, так вот? Нет, я не думаю. А, ну. Так вот. Да, встретились мы очень. Ну, что? Да, что все его плюсы, вот, на большом объекте и покажем, потому что, где это лучше всего продемонстрировать. Вот как раз 30 дверей, потому что там до хрена всего будет. Ну, все-таки ты хочешь сказать, что стоит попробовать его использовать в дверном деле. Да, что нет-то? На большом, тем более, объекте сами. Ну, а если... Слушай, Миша ездил вообще с кухонным столом. Реально. Он прикручивал ножки, короче, такие круглые, возил с собой, получается, столешку. И все. И это было лучше в миллион раз, чем работать на коленях, как это продолжали. Да, с кухонным столом. И сейчас много кто ездил. Вот этот старый, блядь, советский, у которого четыре ножки. Да, на-на-на-на. Вот он чаще... Два ремонта пережил, до сих пор у тесте в гараже лежит. Так он много у кого есть на... А это вот, ну, тоже, получается, как купил, детям оставил. Дети-дети. Дети ремонт будут делать там. Потом дети-детей будут ремонт делать. Да, да, да. И он в гараже лежит, есть не просит, приехал. Места, кстати, мало занимает. Давайте сейчас мы его разберем и покажем вообще просто в сложенном состоянии, как он вообще... Ну, мне кажется, в том даже шкафу поместится все. Даже с запасом. Мне кажется, по месяцу сто процентов. С запасом. И вот эта сумочка, видишь, что мы думали, думали. А сейчас его разбираешь, и куда это все, в карман сумочку специально... Ну, я же тебе же говорил, да. Специально обычная сумочка идет, которая все это складывается. Ты это все... И... Ну, давайте разбирайте тогда. Стов. Слушня. Так оставим. Да, здесь. Пусть стоит. Будешь приезжать и пробовать. Без меня? Нет, тогда разбираем. Если бы... Ну, хорошо, приезжай. Ладно. Можно вот так, короче, секцию сюда выдвинул, две секции. И там дальше продолжилось. Чтобы обходить просто его, а не прямо идти? Нет, я какой-то предполагал цель. Канад прибавился. Можно вообще... Вот еще две сюда, например, поставил. У тебя вот оно. И вот оно, производство пошло на дверях. Чук-чук-чук. Да, два капекса можно ставить. Один здесь, один здесь получается. Один клини дубасишь. Ну, как вот этот, вот две клини. А во втором уже такие... Три надо тогда ставить. Один под 45 пилит. А другой под 90. Другой под 90 все время. На третий на 3 градуса под хлини. Да. Да. Надо брать третий капекс, значит. У тебя, кстати, башка завалена, походу. Она сейчас завалена, а не вообще завалена. Ну, может быть, стоит поправить? Нет. Был уже кто-то... В машине. Был уже кто-то... Кто-то пилил не под 45, а у тебя под 60 градусов? Не знаете, почему там все ручки? Нет, ну, может, три или сорок. Короче... 60 кто-то пилил. Не-не-не, не 60 там. Ты говорила, что 60 коробки скрутил, а не у тебя... Вот так было. Нет, это было на метабо, там 60 градусов не было никогда вообще. А мне казалось, на капексе ты. Не-не-не, на капекссе. Задубасил. Не приведи, Господь. А у тебя щечку вот эту целенькую досмотрим. Начал, начал. И вовремя остановился. Не то, что я тут, а? Думаю, что-то как-то тяжеловато идет. Не пойму, плинтус. И ему при том даже месяца не было. Подожди. А ты же, получается, тогда и под 45-то вовсе не завалил? Не, он у меня был зачем? Зачем? Ну, что завалил под 45? Ну, под 45 не завалится. Не, зачем ты? Вот он у тебя подвитый. Он не завалится, ты упёрся, ты упил. А, не-не-не. Вот я его и пилил тебе, говорю. Я забыл щеку отодвинуть. И ты его тоже тут, знаете что? Ты вот даже несколько раз пытался. Не-не-не-не, это значит, это какой-то другой эффект. Не, не-не-не, я-то признаю свою вину. Да, новый капик захерачил. Как и... Ну, и все. Как и все новое. Нет, у меня получилось лучше с еврейским угольником, короче. Я... Он лежал здесь, короче. И я что-то пилил, короче. И он оказался внизу, и я просто отпилил, короче. Ха-ха-ха. И стал... Стального угольника, да, трехмиллиметрового. Ну, значит, это... Ну, одним из этих дисков декстеровских. И он продолжил пилить, еще довольно долго пилил, кстати. Ну, значит, это еврейский, ты уже сказал, угольник, и там навряд ли сталь присутствует. А что? Хотя я... Элгалеско и пилил квадраты от ручек, мне в пагу было идти. И оттуда пилил, да. И было идти, да, за болгаркой, я просто решил. А почему бы... Маленький, это... Если бы точным диском за 4500, то что... Маленький такой, под завертку. Так, ну что... А ну-ка, не подходит от капельса? Немного функциональный шестигранник у капельса нет, не много. Немного, не мало. На 3D-принтере, кстати, в комплекте идет 5 шестигранников. Где? На 3D-принтере 5 шестигранников. Я думаю, так, наверное, два из них используются, а остальные, короче, просто так. А они все разные. Где-то. Каждый, короче, его грузит на своем виде болгар. Так, ну что, складываем? Складываем. Не будем оставлять тебе кайфовать. Он тебе сейчас нужен вообще? Или ты хочешь сложный состояние? Ну, показать просто, да. Хотя, что, ну, показать, в принципе, все видели. В самом начале. Единственное, вот эти доборные механизмы, вот эти доборные подстолья, я вот немножко сомневаюсь, обхватит их вот этот ремень, который идет, как-то, да, обхватит? Да, обхватит, конечно, ты что? Это 100%. Ну, он сколько? Да он большой, он обхватит. Ты что, блин? Блин, ну, очень, блин, очень продуманно, кстати, вот, блин, вот этого. Ну, я даже немножко не ожидал. Хочешь маечку такую себе? Сейчас мы почикаем. Сэкономил, да? Это вот хватать не будет, как раз на подстолье, но вот это я вот тут отчикнул. Сюда и все. Что, будем собирать, если оставим? Стоя. Тогда, может быть, по-компактнее, по-удобнее, как-то его сделаем. А если, вот, например, мне надо их разделить, и я хочу это сделать вот сейчас, без основной, ну, без первого подстолья, а он будет на тебя сдержаться? А, вот здесь он ничем не будет крепиться? Нет, он не будет ничем крепиться. Без основного подстолья у тебя ничего не будет. Это надо отдельно. Это знаешь, как может получиться, если у меня будет три подстолья и два верхних. И все, у меня просто ножки я сложу. Ну, понял, да? Показать? Не надо? Не понял? Два подстолья нужно? Просто два подстолья? Нет. Два подстолья, три подстолья на два стола. Зачем? А потому что вот здесь мы сейчас снимем, и вот этот столешка не будет на что опираться. А мы берем третий подстольй, и у нас вот эти вот остаются, и мы просто его складываем, и все. Еще одно подстолье нужно для другого стола. Он имеет в виду отдельные два стола, чтобы сделать. А ты что имел в виду? Ну, два из раздельных стола. А зачем? Что-то я тоже не понял. Сколько столов, столько и подстолью. Все. Ну, я тебе говорю, если вот сейчас я, например, захочу сделать, мне второй стол нужно. Тебе нужно еще одно подстолье. И все. А не два подстолья, как ты говоришь. Зачем тебе два подстолья? Я не веду вот из того, что у нас сейчас есть, не покупая, что нам надо. Я беру просто два верхних и три нижних. И все. И у меня получается вот двойной стол отдельно. Да, но у тебя получится двойной стол отдельно. Но при этом у тебя секция будет в воздухе висеть одна. Да. Не будет, знаешь, складывается. Понимаешь? Я тебе окончаю. Сейчас покажу, значит. Она не будет складываться, Маша. Ты же его раскладываешь, получается. Кого? Том. Дай мне трешечку. Где Вировская отвертка твоя? Прекрасная, Верс, прекрасная. У меня Викторовская отвертка. Какая разница. Все, на одном заводе делать. Давай. Что, Вера, Вик, хочешь сказать, разное, что производство, одно и то же все. Ну, пошел. Давай, еб ты! Я тебя презираю. Одно производство. С чем? С Верой. Нет, одно производство. Когда ты идешь, короче, в Террелаги, там продается Вира отвертка. А, все, извините. Это вот междометие, короче. Они собрали лучшее из двух немецких контор. Вера и Вика, это конкуренты вечные. Как BMW и Mercedes. Именно. Ну, все, сморачивай камеру. Что ты продолжаешь-то? Сейчас, обожди, что там? Ты пишешь, что ли? Да. Пойдем, Петруха, буду кормить тебя. С нового верстака. Плюс 10 ко вкусу. Так. Ну, в итоге выяснили, что ничего не получится из этого. Как я предполагал. Ну, единственное, можно как бы сделать, только удачу. Мы не снимали, где ты предполагал. Не, снимали мы, как обсуждали. Ты же проверил, заснялся? Нет, не заснял? Ты заснял? Заснял, все, блядь. Я заснял, я заснял. Мы когда диалог ввели, про то, сколько нужно столов, чтобы собрать два стола. Это не было снято. Ты сейчас даешь ответ на несуществующий вопрос. Короче, все просто. Чтобы получилось два отдельных стола, нужно еще одну основную секцию. Нужно основную секцию. И все, да. Ну, либо вот так вот оставлять ее в столе. Ну, ну, или так, да. Если она там мешается. Да, зачем? Вот же она откручивается, и все. Ну, да. Все, вот я тебе про это и говорил. Блин, что вы меня иначе-те? Ну, ты начал складывать. Я-то думал, ты хочешь как-то сложить это все. Я еще и... Вот она основная получается. Вот мы вот этот сейчас скручиваем. Крест и второй крест. Берем еще одно подстолье и сюда подставляем. Говорю, две столешки на три подстолья. И все получится, блин. Ты только не говорил, что ты будешь откручивать. Да. Вот. А мы не понимали, как ты хочешь сложить это все дело. Ну, я просто думал, она сложится, когда я начал откручивать. Ну, все. Я вот про это и говорил. Все, значит, получается. В воздухе. Бастер пересмотрел. Вот. Ты, друг, чтобы сыра мало осталось, ты будешь еще кушать вкусненькую? Ты так говоришь, как будто ты ему до этого дал бутерброд. Ты съел и не давал ему ничего. Ты не ел, братан. Тебе сделал бутерброд? Ну, он сказал, что да. Тебе как правильно? Хлеб, колбаса, сыр или хлеб, сыр, колбаса? Или колбаса, хлеб, сыр? Нет. Колбаса, сыр, колбаса. Сыр, колбаса. Колбаса, колбаса, колбаса. Как тебе? Что? Бутерброд. Отлично. Вкусный. Я еще с сих пор не попробую. Надо сверху хлебушком? Нет, конечно же. Пожалуйста, извольте. Мы можем себе позволить. Не два хлеба есть, а один. Можем? Да. А ты будешь встать? Нет. Дверь еще ставим, белая кость. Белая кость и голубая кровь? Угу. Ты будешь смотреть, как мы едим? Не знаю. Будешь смотреть? Буду снимать. Так, ну что, давай тогда завершим, наверное. Ну что, все. Ждите на крупном объекте с этим столом. Что еще можно сказать? Да, мы, наверное, все-таки потестируем его. Пока все на помещении нет. Мы, наверное, да, возьмем его, потестируем. И вот, кстати, если встроить погружку... Ну, отдельно? Надо фрезеровать под нее будет пространство. Потому что вылет будет не такой большой. Наличники ты уже не распустишь. Фанеры сколько здесь? Миллиметров 18-20? Где рулетка? Где рулетка, решка, башка? Ну как вот мимо пройти так? У тебя сделал счет? 20-я, да, фанера, походу. А, нет, стой, 18-я. Ты меришь? Вау, какая! Хорошенькая! 6 футов? Это 2 метра получается петь? 3. А, 2. Да, 18 метров, Олег. Какая хорошенькая! Американская? У фистулки же вылет 55. Ну? Ну, 55-18 будет сколько? 30. Ну, а добор... Ой, наличник у тебя сколько? Как 37? Ну, да. Клюв обычно 2, и сам наличник в сантиметр. Ну, и если с таймя прогонять, то 7 миллиметров у тебя вылет диск будет из наличника. Более чем. Более чем. Можно даже не фрезеровать, да, так и этому клонишь. А здесь даже отверстие, смотри, уже предусмотрено, походу. Можно вот сюда и попробовать это... Подцепить ее в погружку. Так, ну все, что тогда? Собирать не будем, погрязнь, да? Погружку-то ты подцепишь, а упор как-то будешь делать. Ну, как и раньше я делал это. Раньше у тебя вырез был в этом. Вот ты вырез вот так вот поперек поставил. Короче, подумаем, как это можно все реализовать на установке межкомнатных дверей. Потому что мне попадались тоже фоточки, как ребята за такими верстаками работают. У меня, наверное, есть в этом свой какой-то интерес, свой какой-то плюс. Ну, конечно, да, подольше он собирается, чем складной верстак. Вот, и Сайл. Там просто раздвинул, и все, здесь он немножко повозиться приходится. Ну, как уже говорили, если большой объект надолго заехал, то, в принципе, куда там торопиться. Разложился, распаковался, уехал домой. Он приехал, и работаешь недельки, две, три. Ну, все, гости. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok